Накануне сыктывкарцы наблюдали шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Виктория Палкина не осталась в стороне от сказочного действа. Веселые, нарядные и румяные. На улице градусов 12 ниже нуля. Сыктывкарцы подбадривают друг друга радостными кричалками и от души поздравляют прохожих с наступающим Новым Годом. Вот колонна приближается к Стефановской площади, заряжая позитивом даже водителей, которые вынуждены стоять в пробке. Ничего страшного, это же Новый Год, праздник, супер, все ярко, все красиво. Хорошая мероприятия, весело. Новый Год приведите. На площади уже все готово. Открыть Ледовый городок планировали на выходные, однако помешали морозы и церемонию перенесли. Девочка, зажгись! Огнями огнями! Вот она красавица! В этом году у нас заявилась 21 команда, это больше, чем в предыдущие годы. И вот сегодня со всей, без исключения команды, своими группами поддержки приняли участие в этом празднике. После открытия главного новогоднего символа организаторы наградили победителей конкурсов на лучшую снежную скульптуру, оформление зданий и территорий. А также выбрали лучшего Деда Мороза. Им стал представитель столичного детского сада номер 88. Конечно, мне помогали мои друзья, мои коллеги. Они все участвовали. В этом году я пошел в новый шикарный костюм. Я думаю, его оценили все окружающие. Много делали мне комплиментов. Я думаю, старались все на славу. Без моих друзей я бы не победил. За победу дружному коллективу дошкольного учреждения вручили сертификат на 7 тысяч рублей и путевку Великий Устюг. Правда, кто посетит родину Деда Мороза, воспитатели еще не решили. Виктория Палкина, Евгений Ракин, Олег Жуковский, телеканал Юркенс, Тывкар.